здравствуйте это iphone xr несомненная легенда своего времени простой функциональный недорогой яблочный аппарат который вышел в 2018 году остается ли он актуальным а давайте мы сейчас разберемся вообще специально для этого видео я изначально должен был покупать iphone xr но на помощь мне пришел в общем это музыкант гриша your trip у него вы можете заказать отличное и недорогое сведение а еще он пишет классную музыку итак iphone xr что это вообще такое и с чем его едят начну пожалуй с качества сборки материалов и эргономики телефона естественно если это apple качество сборки у телефона будет ну неплохое это уж точно задняя крышка выполнена из стекла и представлен аж в шести цветах рамки телефона же сделаны из нержавеющей хирургической стали это вполне беспроигрышные материалы для телефона которыми компания apple будет пользоваться вплоть до 12 айфона и вот знаете держишь в руках iphone xr и нет ощущения что он прям сильно таки устарел и это действительно радует если еще учитывать факт что iphone xr был изначально представлен как средний бюджетный телефон это прямо таки успех о вкусах конечно не спорят но я по сей день считаю iphone xr одним из самых красивых айфонов в целом когда-либо выходивших потому что вроде бы это и представитель совсем устаревшего дизайна начиная с айфона 6 а вроде бы и какой-то новый глоток свежего воздуха некий iphone 8 на стероидах поговорим немного о экране мешает ли мне пользоваться телефоном его здоровенные рамки я отвечу что нет но много кому они действительно мешают это опять же субъективное мнение лично я вообще перестал замечать рамки спустя уже 10 минут после начала пользования телефоном но кому-то это действительно бьет в глаза и я соглашусь в 2024 году это действительно большие рамки и назвать этот телефон безрамочным довольно тяжело в iphone xr стоит и ps очень надежный и проверенный временем дисплей очень много кто на релизе жаловался на этот дисплей но по факту спустя время мы видим плавную и очень сочную картинку даже несмотря на то что на дисплей всего 60 герц диагональ экрана 61 дюйм и я считаю что на данный момент это золотой стандарт это и не лопата по типу айфона 16 pro max и не супер маленький телефон по типу айфона 8 хотя мне iphone 8 очень нравится своими размерами но я понимаю что в эпоху потребления контента конечно большие телефоны конкретно выигрывают маленькие аккумулятор тут практически как у всех айфонов базовый и плачевно базовый естественно заявленные плом официальная автономность в 16 часов активной работы это ложь и максимум там 78 часов батарея емкостью в 2942 миллиамперов вполне справляется со своей задачей не на 16 часов но справляется понятное дело что спустя время а телефону на секундочку 6 лет вы будете ходить с пауэрбанком но она как будто бы не удивительно если вы плавод в xr установлен а 12 байоник который в свое время совершил прорыв в нейросетевых технологиях в процессорах по всей день его хватает на все повседневные задачи с натяжкой но хватает в нынешних реалиях я попользовался телефоном совсем немного но даже за это время я прочувствовал все тяготы этого процессора на себе во время прогрузки портретных снимков телефон очень долго фризил даже на протяжении 6 секунд просто не мог открыть фотографию естественно работа системы просто великолепная потому что это айос и это лучшая система которая может тебе предложить рынок на борту телефона установлено 3 гигабайта оперативной памяти что просто катастрофически мало для android девайсов но это же у нас iphone и он работает на айос а значит что этого вполне достаточно для того чтобы открыть миллиард вкладок и у тебя телефон отлично работал на самое сладкое я оставил конечно же камеру камеру которая меня в целом очень приятно удивило особенно если учитывать то что это средне бюджетный телефон 2018 года и даже не флагман рассмотрим обычные фотки при свете и здесь айфон справляется со своей задачей ну просто на отлично айфон xr не наделен практически никакими выкрутасами для красивой обработки фотографий а также у него всего лишь одна камера одна детализация потрясающе и очень неплохая даже для 2024 года конечно много где мы видим пересветы или прям конкретный недобор по количеству пикселей но все же это очень неплохо снимки с ближнего плана тоже очень сильно впечатляют несмотря на то что айфон немножечко ошибся с iso и выдержкой картинка получилось равно очень приятная а вот зуму айфона xr действительно хромает и телефон очень плохо справляется с качественным зумом без потери этого самого качества до качество на зуме очень сильно теряется но при этом не забывайте что это телефон из 2018 года ему на секундочку 6 лет портретник вполне себе удовлетворительный отлично отделяет объект от заднего фона и даже неплохо работает с волосами даже фронталка порадовала отличная обработка деталей есть конечно засветы но куда без них вот к примеру фото на iphone 12 мини там примерно такая же проблема с засветами главный минус камера iphone xr это практически полное отсутствие стабилизации камера очень сильно трясется даже буквально когда ты просто идешь но даже так я смог наснимать для вас парочку красивых панорам максимально допустимый зум этот 3x и понятное дело что он программный фронтальная камера меня очень сильно порадовала и в плане цветопередачи и в плане детализации все на высшем уровне по итогам могу сказать что iphone xr очень даже неплохой телефон который будет гораздо лучше чем какой-нибудь бюджетник за 10000 рублей на андроиде учитывая что iphone xr можно откопать за 100 долларов это ну просто невероятный аппарат телефон принесет вам множество положительных эмоций покажет себя самых лучших сторон спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки а также заходите в мой телеграм канал там очень много интересного и скоро будут розыгрыши на технику до скорых встреч